Друзья, здравствуйте! Андрей меня вкратце представил. С кем-то из вас знакомы лично, с кем-то уже не одну жизнь знакомы, с кем-то, возможно, первый раз встречаемся. Но, как Андрей правильно подметил, почему я выбрал такую тему «Жизнь йога в социуме», потому что я не уверен, что идеально у меня получается, но, по крайней мере, я стараюсь балансировать между преподаванием йоги, с одной стороны, с другой стороны, это создание семьи, выращивание, воспитание детей и социальный труд. То есть у меня есть, по-моему, это еще работа. И вот эти вещи как-то пытаюсь в жизни по мере возможности собрать. Все, что я на самом деле здесь буду рассказывать, это субъективно мое личное мнение. Вот без того, что я наблюдал за другими людьми и лично не претендую на истину в последние инстанции просто личного опыта. Я когда только начинал заниматься йогой, там, ну, где-то год-полтора прошло, у меня был довольно такой вальяжный график работы. У меня был тогда один ребенок, и я себя считал таким весьма осознанным йогом, который там делает правильные выборы. У меня там еще был такой период, я активно сыроедел. Я, в общем, считался таким суперосознанным, там, если я там гневался, это, там, могло быть, там, раз в полгода, либо что-то такое. Старший — это дочка, а средний — это сын. И он такой, как он сам говорит, хулиганит. То есть с того момента, как он начал ходить и разговаривать, гнев неожиданно появился в моей жизни. Это, скажем так, наверное, самый мой лучший кармический учитель, потому что он проявил те грани, там, моего сознания, которые до этого были мне, я считал, там, проработаны, либо там уже перелистнутая такая страница. Потому что я привык, там, разговаривать с точки зрения понимания. То есть человеку объяснил, он вроде понял, там, тема закрыта. А с сыном у меня так не получается. То есть он там стоит в углу, говорит, я бойся не буду, не буду, тесно, выбегает, и тут же, там, под гомерический хохот бежит, продолжает делать то, что он там делал до этого, за что там был поставлен в угол. И для меня, там, каждодневная тренировка в коммуникациях с ним — это как ни к нему. То есть это глубокий вдох, глубокий выдох, чтобы и строгость проявить, но и чтобы, это, с катушек не слететь. Потому что, бывает, он, ну, такие периоды, что он, там, за вечер может, там, пять раз в углу успеть постоять, там, сначала за одно, потом за другое, потом за третье. Иногда бывает за одно и то же. И это вот реально для меня это был сдвиг сознания. Я считаю, что это мой самый лучший, там, тренер и учитель, вот как отучиться гневаться, потому что до этого у меня в жизни все нормально было. Возник вопрос необходимости воспитания, выяснилось, что, оказывается, гнев во мне внутри есть. То есть там дело же не в нем, это мое личное, там, реакция на его, там, поведение. И это оказалось, там, такое очень серьезное испытание. Следующая вещь, которая, там, поменялась, поменялся социальный труд, то есть работа, где я тружусь. И я много где за свою карьеру, там, потрудился. Я, там, и в банках работал, и в управляющих компаниях, и на рынке ценных бумаг, и в производственных компаниях. Сейчас я нахожусь в продуктовом ритейле. То есть это магазины, которые, там, продают продукты. И мое субъективное мнение, понятно, там, каждый коллег свое болото хвалит, и каждый считает, что у меня, там, самая плохая в жизни, там, ситуация. Но более стрессовой работы, по крайней мере, у меня до этого не было. Потому что каждый день либо кто-то из поставщиков косячит, либо в магазине какая-нибудь, там, лабуда происходит, то, там, одно нашли в товаре, то другое. Не бывает дня, чтобы проблем там не было. И это придает определенный, скажем так, жизненный стресс, который в жизнь, вне зависимости, там, от моего желания приходит. И помимо этого, вот, как Андрей подметил, у нас в Алмате, там, мы в январе месяце открыли йога-центр, и стараемся его по мере возможности здраво развивать. Обилие, там, страстей и сложностей, которые, вот, на перепуте всего этого приходят в жизнь, они позволяют проявить некоторые, там, кармические программы, которые доселе казались, там, отработанными, либо, там, перевернутой страницей. Можно, там, про жизнь йога в социуме, там, разговаривать, там, с очень много разных аспектов. Я, там, заранее извинюсь перед ребятами, которые будут читать лекции после меня, потому что я периодически буду, к сожалению, там, забегать в ваши лекции, потому что жизнь йога в социуме – это и про семью местами, и про работу, и про материальные, там, блага, и про саму йогу, собственно, потому что она практикуется. И на стыке всего этого, вот, ну, там, человек пытается, там, балансировать. И в моем понимании самая простая вещь, как об этом говорить, это с позиции, там, чакр, потому что, ну, нам всем хочется считать, что мы здесь, там, собрались, там, такие более-менее просветленные, там, люди, которые, там, хотя бы, там, на одну, либо, там, на две ступенечки эволюции выше, чем, там, те, которые находятся за пределами этого здания. Но мое субъективное мнение, что йоговское общество, оно страдает, там, теми же самыми проблемами, которыми страдает общество за пределами этого зала. Но просто каждый погоняет, скажем так, по-своему. Наблюдая вот то, что происходит у нас, там, в йога-центре, в других йога-центрах в нашем городе, и, там, отсматривая свою жизнь, ну, мое субъективное мнение осталось, что вот чакровые проблемы, они все равно на йогов так или иначе переносятся, просто они, там, проявляются, там, чуть по-другому. И я хотел бы, там, ну, своим видением по этому поводу поделиться, и, ну, дай бог, оно, там, будет полезно. То есть, понятно, самая первая чакра Муладхара, о ней, так, среди йогов вообще не принято говорить, потому что мы все такие йоги, а Муладхара, она, там, внизу, а мы все, там, высоко. Но реальность такова, что есть огромная, скажем так, прослойка людей, которые практикуют, и иногда даже, бывает, преподают йогу, которые не разобрались с проблемами Муладхары-чакры. И, ну, я, например, ну, считаю, там, я не исключение, потому что гнев, он идет, собственно, оттуда. Гнев — это, наверное, ну, одна из проявлений, но не самая страшная, потому что есть категория йогов, которые в йоге оказались в основном из-за причины того, что они не могут выстроить свои отношения в социуме. То есть в социуме здесь не получается отношения, не получается работа, не получается. Человек такой, о, хорошее прикрытие, я могу сказать, что я йог, потому что я аскет, могу с людьми не общаться, потому что брахмачарья, и так далее, и тому подобное. Там длинный список, как можно оправдать то, что там в жизни чего-то не получилось сделать. Я не говорю о том, что там это плохо или хорошо, это просто, ну, как бы там определенный этап развития того или иного там человека. Это категория йогов, которые в большинстве случаев страдают некоторыми финансовыми проблемами, могут не иметь постоянного там жилья, непонятно чем, пропитание и так далее, и тому подобное. Они есть, ну, я уверен, там и в вашем окружении, там, знакомые, и в моем окружении. И объяснить такому йогу, ты знаешь, ты там йог, молодец, просветленный, там уже сколько-то лет практикуешь там хатха-йогу, при этом там делаешь какие-то там движения в медитации, в пранаяме, но у тебя проблема там в самом низу, ты там начни с азов разбираться, оно может для многих звучать весьма болезненно. Но реальность такова, мое, опять же, субъективное мнение, это то, что если быт у человека более-менее не налажен, и постоянно приходится там находиться вот такой на грани существования, то есть там непонятно, чем там завтра себя кормить, ну, либо если есть там семья, то семью, то надо смотреть вниз и разбираться в вопросах молодхары чака. Да, конечно, хочется говорить о том, что мы там все где-нибудь там в анахатхе, вишутхе, там, ваджне, но реальность, она иногда имеет немножко там другое отражение. Для меня, по крайней мере, самая сложная часть для человека — это признать вообще наличие проблемы, потому что в большинстве случаев йоги говорят, «Да нет, ты что, это аскеза, я не накапливаю там материальные блага, ты яму-не-яму читал, поэтому я там живу скромно», там, так далее, и тому подобное. Но это там внешнее, то есть он внешне так говорит, а внутри потом, когда человек там остается один на один с собой, у него все равно эти вопросы там тревожат. Ну, потому что так или иначе хотелось бы не думать по поводу того, что одеть, если одежда вдруг испортилась, периодически хотелось бы отправляться в какие-нибудь места, в паломничество, и идти по пути, развиваясь, не будучи обремененным какими-то финансовыми обязательствами. И поэтому вот этот вопрос в том, что йоги не всегда там, скажем так, проходят уроки младхара чакры, они просто как в лифт сели, такие поднялись там на этаж вверху и говорят, «Да там, внизу, ладно». Это та вещь, с которой надо разбираться. Следующая вещь, понятно, так же, если там, как и в миру, так и в йогической среде, проблемы с ватхистаной чакрой, они там никуда не деваются, потому что те страсти, удовольствия, которые приходят в жизнь человека, они просто появляются по-разному. Понятно, что кто-то в ночном клубе тусит, употребляет спиртное, у йогов это вполне возможно как-то по-другому. Кто-то подсел на кофе, кто-то подсел на шоколад, кто-то на секс и так далее и тому подобное. У каждого там свой длинный список, у кого, где какие там страсти. И опять же, очень часто происходит такая ловушка ума. Ум у нас вообще в целом, он любит создавать некоторую иллюзию, в которой там человек потом живет. Формата какого? Это то, что, блин, я же мясо не ем, это не ем, то не ем. Ну, хотя бы одно какое-то исключение должно быть, чтобы там не сломаться. Можно я шоколадку периодически буду есть? Ну, и получается, это такое, как бы, легкий самообман. Ум он так подхитрил, придумал какую-то концепцию, и человек там верит. И здесь, знаете, как важный вопрос для меня, по крайней мере, это то, что интернет, он с одной стороны нам там дал огромный информационный поток с точки зрения «мы можем развиваться», а с другой стороны он создал кашу и хаос в голове там у огромного количества людей, у меня там в том числе. То есть мы сейчас соберем йогов, которые здесь присутствуют, которые в онлайне, многих других начнем спрашивать. Единого понимания по многим вопросам нету. Начиная там с простых банальных вещей, там пить йогу молоко, там не пить йогу молоко, нарушение это ахимса, либо там рекомендуется вечером золотое молоко пить, и заканчивая какими-то более сложными концепциями по поводу того, что практиковать, как, в какой-то традиции и так далее и тому подобное. Не говоря уже про воспитание детей, потому что, ну, мое субъективное мнение, что воспитание детей — это, наверное, одна из самых сложных наук, потому что надо быть и психологом детским, как бы и врачом, в питании разбираться, и огромный там комплекс вещей, которые, ну, люди в большинстве случаев просто, ну, и я в том числе, не готовы к такому обилию проблем, для которых надо иметь специальные знания. И вот мое субъективное мнение, что основная причина того, что это происходит, мы находимся в некотором транзите, старая парадигма, она разрушена, новая парадигма пришла, но в рамках этой парадигмы, как только духовный рост стал пользоваться спросом, началась его тотальная коммерциализация. Есть огромное количество людей, которые вам расскажут истину в последней инстанции, дадут какое-нибудь там посвящение либо что-то еще там за приличную сумму денег, расскажут, какую правильную там мантру петь, и, ну, там огромный список там того, что там они могут там за приличную сумму денег дать, скажем. И поэтому для меня все, что касается определенного блока знаний, только опыт и время покажет, что правильное. То есть я вот считаю, что мы с вами там набираем какой-то там кусочек фундамента. Дай бог, чтобы мы этот фундамент там смогли передать там своим детям. У детей им, по крайней мере, там часть дороги не придется с нуля идти, они там что-то уже будут знать, доберут туда что-то еще, продвинутся чуть дальше. И если на планете никаких глобальных катаклизмов не будет, а я надеюсь, что так и будет, то где-то поколение там три спустя, то есть там наши с вами внуки, правнуки, у них уже будет правильное понимание по поводу того там, белки с углеводами разделять, не разделять, начиная там с питания и заканчивая там, как эффективнее практиковать. А пока мы вот вынуждены, ну как правильнее сказать, пробовать одно, другое, там третье, чтобы находить какой-то там самый эффективный путь. И в моем понимании йога, ну несмотря даже на то, что я говорил, в среде йогов те же самые страсти, они никуда не делись, она такая довольно самый эффективный и, что самое главное, экологичный способ, как развиваться. Если отойти там от Сатхистана чакры и подняться там чуть дальше, то в манипуре чакры у йогов возникает еще более сложная ситуация, потому что вот я наблюдаю за представителями разных школ йоги, не только там клуба ОМРУ, но и всех остальных. И я могу сказать так, что некоторая степень духовного эгоизма и высокомерия по отношению к другим практикам, она присутствует в очень многих традициях там йоги. То есть, что мы самую правильную медитацию делаем, мы самую правильную там йогу делаем, вы вообще как бы там, ваша йога давно устарела, наша адаптирована под современные реалии, а ваш это там новодело, мы делаем там классику и так далее и тому подобное. Это вещь, которая, ну, тотально практически везде наблюдается. При этом мое субъективное мнение, я понятия не имею, кто из вас что там практиковал в предыдущих жизнях, где у него там накоплен какой-то кармический опыт. Ну, там, ищите, пробуйте. Понятно, у меня есть мое мнение по поводу тех или иных практик, но это не означает, что оно должно там обязательно совпадать там с доброй половиной йогов там на этой планете. И для меня это такое яркое свидетельство активного проявления манипуры чакры, причем есть в йоге некоторые традиции, в которых это проявляется там намного сильнее. То есть если вы посмотрите, при всем уважении к преподавателям, там, кундалини йоги, но если вы посмотрите на них со стороны, в большинстве случаев у них эго заходит в комнату первее, чем они, то есть там еще дверь не открылась, уже чувствуется, что там идет преподаватель кундалини йоги, потому что у них там очень сложные крии, потому что они там делают то, что там так руки держат, так руки держат так долго, что это там нормальному человеку в голову не придет делать. Ну реально сложно, то есть уровень там интенсивности их практик, он довольно там высокий. Но вопрос-то отношения, то есть сразу же появляется какая-то, мы там правильную йогу делаем, а остальные, ну там не очень правильную, потому что она там легкая, там йога для ленивчиков и так далее и тому подобное. И таких разделений там очень много. И людям в большинстве случаев не приходит в голову то, что это то же самое проявление там манипуры чакры. Почему? Потому что можно беседовать по поводу того, что я там прав, я не прав по поводу политики, по поводу бизнеса, там войны в конце концов. А можно по поводу йоги. Чья там йога более правильная йога, чей там йог более йогистый, а чей там менее йогистый. И реально, когда на секунду выключаешься из контекста и смотришь на эту ситуацию со стороны, оно выглядит очень странно, потому что вроде все идут там одной дорогой, но один так говняшку со своей дороги взял, туда перебросил, говорит, у тебя там какашка на дороге лежит, что-то не то ты делаешь. И так очень часто происходит, потому что люди вместо того, чтобы идти по своему пути и разбираться в своих проблемах, они там смотрят, у кого как дела, у кого там трава зеленее, у кого она там хуже, принижая других подняться чуть-чуть повыше. Но это своеобразный тупик и опять же ловушка ума. И помимо этого в манипуре чакры та вещь, которая там йога периодически накрывает, и я там точно так же не исключение, это некоторый такой духовный материализм, это жажда накопить побольше знаний, получить какую-то посерьезней парампору, поехать куда-то найти там какого-нибудь супер, какого-то там редкого гуру, сказать, вот там у вас там парампора уже там 729 лет, там продолжается там в 12-м поколении, передайте ее, пожалуйста. Она очень часто наблюдается. Точно так же это происходит, вот опять же личный пример, у меня дома находится огромное количество книг, которые я не успел прочитать в силу определенных причин. Они стоят на полочке, ждут своего часа, я надеюсь, что настанет время, когда я их прочитаю. Но каждый раз попадая в место, где книги продаются, я в большинстве случаев их опять покупаю, думаю, такое у меня еще нет. Ну понятно, это такая опять же проблема манипуре чакры, причем потому что йог такой, он вроде понимает, что там деньги к себе грести, лопата это плохо, как-то так совсем уже там не по-йоговски, буду грести духовные знания. И поэтому он такой, дайте я там каждому Шива Лингаму прикоснусь, дайте я там все святые места там обойду, все книги там прочитаю, каждому там гуру поклонюсь. Смешно так звучит, но, к сожалению, многие из нас в той или иной там мере этому подвержены, скажем так. Я никоим образом не рассказываю это для того, чтобы сказать, что мы с вами засранцы. Ну дай бог мы там идем по правильному пути, там развиваемся, но просто самая главная вещь — это объективно воспринимать реальность и прежде всего в себе. Потому что мы, когда находимся в социуме, вот самый главный ресурс, который вот в моем понимании социум дает, это возможность проявлять наши негативные тенденции нашего ума. Потому что, вы знаете, очень легко любить людей вокруг, когда ты находишься где-нибудь там в Тибете, там в горах, там сидишь медитируешь, или в Литрисе такой, я всех люблю, там излучаю какие-нибудь там аффирмации, вибрации, пространство, там любовь и все такое. И очень сложно это делать, когда вы находитесь в метро, либо там на базаре в канун Нового года, да, там толкучка, там так далее, здесь на ногу наступили, тут кто-то перегаром, там курят, и так далее, и тому подобное. Но если в этот момент сказать, а я вас так всех люблю, это весьма сложно. В большинстве случаев, даже если человек такой, надо любить, надо любить, он у него внутри, как вы меня все достали, не надо меня сжимать. Но это действительно происходит там интуитивно, хочет там человек, не хочет. Здесь-то вопрос в чем? Не люди вокруг виноваты. То есть это не метро, не базар. Это внутри нас. Есть где-то вот этот гнев, недовольство, высокомерие, без разницы, что, страсти. Мы их просто, одевая некоторую там йогическую форму, такие, мы йоги, мы не пьем кофе, и не едим шоколад. А потом вечером так, когда уже форму сняли, фуф, можно и шоколадку съесть, пока никто не видит. Ну, оно так часто происходит. И честное восприятие самого себя и своих проблем, это, наверное, один из самых правильных залогов эволюции. Потому что человек может годами практиковать йогу и при этом оставаться примерно об одном и том же. В моем опыте есть преподаватели, которые практикуют йогу намного больше, чем я уже, там лет 10-15. Но при этом, то, какими они были лет 5-7 назад и какие они есть сейчас, они либо примерно такие же, либо чуть-чуть деградировали в силу определенных причин. У каждого по этому поводу, у него сразу же есть некоторое там оправдание, почему он так делает. То есть, условно, лучше пить кофе, чем поедать других живых существ и хоть как-то там удовлетворять там страсти, нежели там, ну, не дай бог, там в ночной клуб ходить. Там вот эта градация, это то, о чем Павел там сегодня будет рассказывать. Понятно, есть некоторый там серединный путь, который надо выбирать. И вот жизнь йога в социуме, для меня, по крайней мере, это вот попытка на конском волосе балансировать между там пламенем и льдом. Потому что в одну сторону это некоторое для меня, по крайней мере, там, социальное самоубийство. Почему? Потому что я некоторое время назад, у меня был еще первый ребенок, второго, третьего не было, я всерьез раздумывал о том, что я же йог, я должен где-то в ашраме жить. Как-то что-то неправильно, что я родился вообще в таком городе. Еще у нас Казахстан, на самом деле, такая страна, очень большой культ мяса. То есть, есть в Казахстане шутка, что казахи, они на втором месте в мире по поеданию мяса после волков. Я так, это все неправильно, надо куда-то в благостное место, чтобы развиваться, чтобы практиковать. А потом на минутку я, у меня был такой серьезный внутренний инсайт по этому поводу, я призадумывался, ну вот смотрите, если бы я положен, должен был бы жить где-нибудь в ашраме, там, заниматься йогой, не встречаться с социумом, ну, наверное, я бы там родился бы. Ну, весьма странная ситуация, когда человек там рождается в социуме, там, в пылу страстей, там, ну, в таком огромном чане варится, и такой, а я вышел пока всем. И для меня тогда, скажем так, вот жизнь йога в социуме, она стала о чем? Социум вокруг, во-первых, проявляет все наши страсти. Потому что, вот я повторюсь, легко любить всех, находясь там далеко от всего этого. Очень здорово размышлять о том, как правильно людям развиваться, когда вы не видите их проблем. Когда так, чисто теоретически, ну, вы знаете, с гневом можно разобраться. Оно может быть, да, действительно так, но не в тот момент, когда человек находится в гневе. Потому что, ну, каждый из вас знает, когда смотришь на ситуацию со стороны, ой, да все просто, вот так, вот так сделай, и все будет хорошо. А когда сам находишься в этой же ситуации, почему-то вот эта думалка, она в этот момент, она уже не работает. Человек находится в плену своих эмоций, энергий, и ум, он, ну, как пеленой, так, хоп, мороком, да, и все. И поэтому социум для меня это уникальный способ, как все свои внутренние страсти, недоработки, клеши, без разницы, как называть, проявить. И потом уже пытаться с этим разобраться. Потому что, понятно, можно там очень много ругать мир по поводу того, что там на дорогах козлы, социум у нас там необразованный, дороги не ремонтируют, налоги большие, кругом воровство, коррупция и так далее, и тому подобное. Но вопрос в чем? Для меня, по крайней мере, мы же здесь оказались. И это означает, что у нас с этим правительством, с этой страной, да, с этими людьми вокруг есть определенная некая кармическая связь, которую нам вполне возможно надо отработать. Дай Бог помочь, а если не помочь, по крайней мере, разобраться со своими внутренними, скажем так, демонами, которые там так и лезут. Социум, вот знаете, как есть такая пословица, куда бы вы ни отправились, вы везде возьмете с собой себя. То есть, ну, я искренне считаю, что человек, от того, что он там переедет в другое место, у него количество проблем не поменяется. То есть, вот если у него внутри есть некоторые, скажем так, демоны, то контекст внутри, он определяет содержание, которое будет. То есть, человек, который эмигрирует, условно, отсюда и попадет там в какую-то другую страну, он в большинстве случаев окажется в точно таки уже ситуации. Ну, может там чуть лучше, чуть хуже, но контекст глобально не поменяется. И почему? Потому что ему нужен этот урок. То есть, это не общество такое плохое, а то есть, он в обществе встретится с такими, скажем так, индивидууми, которые будут проявлять его негативные там качества. И, соответственно, понятно, кто-то там в большей мере, но кто-то в меньшей мере, но мы так или иначе сталкиваемся с теми ситуациями, которые проявляют наши внутренние, ну, как правильно так сказать, какашки наружу. То есть, вот для меня всегда там очень интересный пример. Вот если вы возьмете огромную такую бочку, ну, там, я не знаю, там литров 500, поставите, если на дне ее будет находиться ил, а вся она заполнена водой, то самый простой способ, как ее помыть, понятно, можно медленно это делать, там наливаешь воду, вычерпываешь, наливаешь, вычерпываешь, и надеешься, что он там рано или поздно перетрясется. Но если вы возьмете огромную палку и начнете вот так в этом чане крутить, то со временем весь тот ил, который находится на дне, он начнет потихоньку подниматься, подниматься, подниматься вверх, и он вылезет. И то же самое происходит там в социуме, он человека провоцирует на проявление всех его негативных качеств, которые мы, для того, чтобы быть красивыми, такими хорошими, мы их там прячем. Ну, потому что активно в социуме сказать «Я вас ненавижу!» Это как-то совсем нехорошо, да, такой пришел на работу «Тебя, тебя, еще тебя!» Ну, это, наверное, совсем неправильно. И человек такой галстук там одел, там, ну, кто-то юбочку там. Какой прекрасный сегодня день! А внутри оно все равно кипит. И социум, он это просто поднимает, поднимает. И если вовремя не разобраться, то рано или поздно настанет тот день «Я вас всех ненавижу!» Но, чтобы этого не происходило, практика йоги это та вещь, объективное мнение по наблюдениям, в зависимости от того, как практиковать и когда практиковать, практика йоги утром, она позволяет в течение дня, скажем так, обойти некоторые опасные места. То есть, если вы утром попрактиковали йогу, вы энергию свою чуть-чуть поменяли, и, понятно, подобное притягивается к подобному, вы какие-то острые углы более-менее там обошли. Практика йоги вечером, она помогает после всего того морока, который там в голову погрузился там в течение этого дня, чуть переработать там свои страсти. Это, скажем так, некоторая дезинфекция, да? И я считаю, что если жить вне социума, то эти страсти проявляться не будут. Потому что, когда человек живет один, то, скажем так, больнее всего могут ранить те люди, которые находятся рядом с вами и которые вас лучше всего знают. И обратно вы их, соответственно, можете там ранить больнее всего. И вот там проявляется там самая большая там кармическая программа, потому что никто другой вас не знает так, как тот человек, который находится там максимальное количество времени рядом с вами. И раз уж так оказалось, что вы вместе, значит, у вас есть определенный там какой-то кармический узел, извольте его распутать, да? Я не считаю того, что я там крайне эффективно иду по этому пути, потому что каждый раз, когда идешь, такое ощущение, что ты стоишь на перекрестке там налево, направо, там прямо, где-то может быть назад. Кто-то, может быть, там предпочтет остаться на месте, потому что там не делать выбор, там это тоже выбор. Порой даже не знаешь, какой выбор там правильный. Налево идти там или направо, или прямо, или действительно здесь стоять. Но оглядываясь назад, оно выглядит так, будто бы идешь, как слепой котенок. Когда анализируешь то, что происходило в прошлом, у каждого этого шага, у каждого поворота и события есть определенное предназначение. И когда мы находимся в моменте, мы, возможно, не понимаем, почему мы повернули там налево или здесь направо, или почему на некоторое время отошли чуть-чуть назад, чтобы потом пойти вперед. И только спустя годы можно понять, какую вещь, что невидимая рука, где-то Бога, мироздание, там Творца, без разницы, как называть, космоса, она каждого человека ведет и помогает пройти тот путь, который наиболее эффективен. Все, что в этот момент нужно, это сохранять некоторую осознанность и чистоту ума, чтобы понять, повернули туда, повернули или не туда, потому что кто-то чуть дольше, кто-то чуть меньше, но все равно придет к своей цели. Если вы понимаете, что повернули не туда, но чуть-чуть скорректируйте приборы и, возможно, повернете уже в ту сторону, куда хотелось бы. Для меня вот этот путь, наверное, длиною в жизнь, но каждая коммуникация социума будет внутренних тараканов. И я с этими тараканами стараюсь их не убивать, не прогонять, соблюдая некоторые принципы ахимсы, а пытаюсь с ними вести некоторые философские диспуты по поводу того, как правильно. Но проблема для меня, по крайней мере, это то, что тараканы, к сожалению, они со временем становятся более подкованными, обладают большим количеством знаний, все чаще начинают вступать в диспуты, отвечать. То есть, если раньше это был там монолог, такие нравственные учения, то теперь это периодически происходит, там, какой-то внутренний диалог по поводу того, а как вот так, а как вот так. И оно действительно, для меня, например, в чем сложность, это как вот есть такая пословица, там, горе от ума. Когда знаешь слишком много концепций, как правильно голодать, как правильно выходить из голодания. Так голодать, а эти, что не так голодать. И таких вещей настолько много, что они порой между собой там противоречат. И повторюсь, что понятно, мы это там все на опыте проходим, и у каждого свой какой-то уникальный индивидуальный опыт. Но поколение 2-3 пройдет, и истина, она, дай бог, там выкристаллизуется. Основная часть там закончена. Если какие-то вопросы есть, я с радостью отвечу. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о гневе мудрецов, которые проклинали, начиная от птиц, там, заканчивая женами, детьми? Опять же, мое субъективное мнение, крайне некорректно будет там о таких великих людях, там, как Вишваметра прошлого, там, говорить негативно. Но, видимо, на том этапе все-таки это был не финальный шажок, и где-то внутри проблемы остались. Ну, для меня, по крайней мере. С другой стороны, безусловно, это некоторая кармическая программа, участниками которой стали и те существа, которых прокляли, и то существо, которое там проклятие наслало. Но, повторюсь, скажем так, обладание огромным количеством энергии это колоссальная ответственность. Ну, потому что, вот вы можете себе представить, если бы мы с вами могли бы силой там слова менять реальность. Кто-то на дороге едет, подрезал, ты такой, козел. И он раз в козла превратился, думаешь, что, шикарно, в машине козел едет. А что делать-то теперь? Огромная сила — это огромная ответственность. И чистота сознания и намерений, которая в моем понимании нужна для того, чтобы обладать ситхами, которые позволяют там проклясть, не дай бог, там, человека, она требует колоссальной чистоты сознания и невовлеченности Я искренне надеюсь, что не окажусь в ситуации, когда мне кого-то придется проклясть. Но тут, наверное, это одному богу известно, где окажемся. Но они же потом раскаивались. Ну, последствия это уже произошло. Можно, да, дать кому-нибудь в морду сказать «прости», потом еще пару раз дать сказать «еще раз прости». Но, понятно, это определенный шаг эволюции. То есть, я повторюсь, гнев, когда он появляется, с ним нужно работать. Для них просто индикатор того, что если пространство вокруг по-прежнему вызывает какую-то негативную эмоцию и гнев в том числе, это точка роста. То есть, социум проявляет наши негативные тенденции ума. И это означает, что мы их можем переработать и шагнуть на следующую ступень вверх. Если это там отделались малой кровью и просто там плохое подумал, но ничего такого не сделал, дай бог. Если там, ну, через проклятие, неисповедимы пути Господни. Яков, вы рассмотрели проблемы йога в социуме с точки зрения трех нижних чакр. Можете повыше подняться? Ну, знаете как, единицы йогов, которые находятся выше, и поэтому давайте сначала куда-нибудь повыше поднимемся, потом будем беседовать. Смотрите, здесь просто мое мнение какое. Если у человека есть энергия в аджна чакры, это не означает, что у него там внизу все нормально. То есть, вы удивитесь, но большинство офисных хомячков, которые сидят там в офисе и там пашут, у них очень много энергии в аджна чакры. Просто она черти знает, как туда попадает. Без проработки того, что там внизу, говорить о том, что здесь будет, оно весьма странно, потому что я знаю единиц йогов, которые маятся с проблемами, которые выше, но там уже все отработано. То есть, там вот идеально все хорошо, а тут как бы нормально. Понятно? То есть, если там с точки зрения строения тонкого тела беседовать, то и до пингала, и сушума, то есть, если бы энергия по сушум не поднималась, интересный там пример приведу, некоторые йоги говорят, вы знаете, меня там жадность не трогает. Это по одной простой причине, что в манипуре чакры может еще просто не быть столько энергии, чтобы жадность проснулась. И вот эта вещь, она там на самом деле там жесть, потому что, когда энергия начинает управлять сознанием, это не так по поводу того, что нужны мне там деньги, не нужны, я хочу я там кушать, не хочу. А когда туда попала энергия, там сознание немножко там меняется. И поэтому повторюсь, ну, мое мнение, как бы жестоко там это не звучало, большая часть людей, они выше манипуры чакры в принципе не поднимаются, а большая часть йогов, они между Муладхарой и манипурой, ну, как бы там туда-сюда маются, да. Вверх поднялись, там вниз спустились, вверх поднялись, вниз спустились. Здравствуйте, Яков. Вы рассказали про своих тараканов и как вы с ними общаетесь. Мне интересно, как с ними бороться или как их побеждать, потому что я так понял, что вести с ними беседу бесполезно, потому что они становятся более подкованными. Ну, действительно, для меня есть три основных инструмента, как это делать. Первый инструмент — это, как говорил Будда, Дхарма, Будда и Санха. Если перевести на простой язык, то есть это, когда вас грызут тараканы, читайте какой-нибудь трактат, который позволяет, который имеет с точки зрения знаний и объема знаний, уровень повыше, чем потенциально в нашем мозгу находится. Вторая вещь — это ищите человека, который в этот момент поможет, потому что, находясь внутри ситуации, разобраться в ней очень сложно. Только выйдя из ситуации, если есть осознанность, здорово, а если нет, то попросить кого-то вне ситуации помочь разобраться, то есть это там гуру, учитель, там без разницы, как говорить. И третья вещь — это Санха. Почему? Потому что, первое, как бы оно там нелицемерно звучало, но когда мы в среде йогов, как-то хочется йогам все-таки быть, и тараканы такие, вы погодите, в сторонку отойдите, а то позоришься все, спрячьтесь за спину. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это те люди, которые в тяжелую ситуацию поддержат. То есть поддержка, она всем, вне зависимости от уровня развития, она рано или поздно нужна. Потому что бывают в жизни легкие моменты, когда идешь по жизни, всем помогаешь, там цветы, там даришь, там трал-ла-ла-ла-ла-ла, а бывает, когда, ну, немножечко грустно и нужно, чтобы кто-то поддержал. И здесь, ну, вот, три эти вещи, то есть это Дхарма, Будда, Санха, они универсально помогают, по крайней мере, с внутренними тараканами там разобраться. Ну, если не навсегда, то хотя бы на то время, когда они там это, с факелами шествие решили устроить в голове. Получается, момент, когда мы разобрались с проблемой, например, у Адхары, чакры, чакры, это получается момент, когда тараканы собрали чемоданы и ушли. Выше переехали, да, там больше не живут. Ну, это, понятно, видите, как это метафоричный, да, там образ таракана, там, понятно, это все наши, там, наши внутренние проявления собственного я. Действительно, здесь единственный момент, знаете, какой, сказать, что вы раз она всегда закрыли какую-то дверь и она отработана, я бы не гневал бы Бога по этому поводу и не смешил бы его, потому что ситуации могут быть совершенно разные, то есть, ну, я реально считал, что я такой-то, я не гневаюсь, а вы так можете, а оказалось, второй ребенок появился и, о, гневаешься, нормально же, все. Бывает, что даже отработанные несколько лет назад уроки, они возвращаются в жизнь, либо как дополнительная проверка, там, на экзамене билет вытащил, ой, опять, а бывает, что и как серьезная проблема приходит. Здравствуйте, Денис, в Санкт-Петербург, мам, просто конец, как относится к вашему саморазвитию, вашей семье, особенности детей, потому что так тоже имеют три детей и очень интересные ваши мнения. Ну, знаете, это та вещь, которая очень сложно расставлять приоритеты. Я не нашел пока правильного ответа на этот вопрос. Мы пытаемся выработать, скажем так, общесемейный подход к тому, как все совмещать, чтобы, с одной стороны, материальное состояние было нормальное, чтобы развиваться по пути йоги, но и чтобы семья развивалась. Пока пробуем, балансируем. Я считаю, что если бы больше времени уделял семье, лучше было бы воспитание, но идеального решения я не могу сказать, вот я повторюсь, там поколение 3 пройдет, наверное, там наши с вами правнуки найдут ответ на этот вопрос, это точно. А сейчас пока только эксперименты, потому что идешь по приборам, смотришь, что куда-то не туда пошел, чуть раз подправил, думаешь, что вроде все нормально, потом смотришь, уже в другую сторону не туда идешь, опять подправил. И вот эта постоянная балансировка вот на конском волосе, здесь обжегся, тут обморозился и пытаешься понять, что делать-то дальше. Только вперед и посередине. Как-то так. Здравствуйте, Яков. У меня вопрос такой. Я начинающий практик. Я хотела бы спросить, вот если человек поднялся на более высокие чакры, а что, можно спонсортировать этого человека, чтобы вот энергия в ней что-ли опустилась? Или вот вопрос, в чем заключается? Если он уже поднялся на вишурство, например, он может опуститься до того? Конечно. Ну, запросто. Причем там это... Вниз спускаться намного быстрее, чем вверх подниматься. Ну, там таковы реалии. Очень легко, может. Да. Ну, по моему мнению, наверное, может кто-то по-другому считает. Здравствуйте. А вот, если все друзья вокруг недалеки от йоги, с ними вообще эти речи не заводить лучше? Вы знаете, с одной стороны, сложный очень вопрос, но все, что я могу вам сказать, как бы, к сожалению, там жестко бы не звучало. Как только вашей энергии хватит на то, чтобы трансформировать окружение вокруг вас, у вас произойдет две вещи. Либо друзья начнут меняться, либо придут другие друзья. То есть те уйдут, новые появятся. Причинять добро, ну, я не сторонник. Я считаю, что если не спрашивают, ну, не лезь. Это мое такое субъективное мнение. То есть идти всему миру доказывать по поводу того, что, а, вы злобные трупоеды, до сих пор еще там жрете трупы, ну, оно как бы, может, весело, но непрактично, скажем так. Но если человек задает вопрос, ну, я стараюсь ответить. Для меня вот в преподавании йоги у меня был очень сложный период. Вопрос, как отвечать, он тоже очень разный. Потому что вот у меня бывает такое, на йогу приходит человек и говорит, вы знаете, у меня ножка болит. И ты смотришь на него и думаешь, а готов ли он выслушать вообще, почему у него болит нога? У меня один человек, когда вот он спросил, я говорю, вы знаете, я не уверен, что я готов вам это говорить, что вы это готовы слушать. Нет, я хочу, вот вы мне прям как есть скажите вот это. Я сказал, как есть, человек больше ни разу не появлялся у меня на занятии. Ну, то есть, смело. И для меня такой внутренний серьезный инсайт по этому поводу был. Нужно силу слова как бы соизмерять. И у меня для таких людей всегда есть первое. Вы знаете, вот так вот сделайте, там, подтяните, там, расслабьте, в такую-то позу встаньте, это там одно. Но мое субъективное мнение, что за этим есть что-то другое, которое имеет, там, к работе ума, там, к вашей жизненной позиции. Если хотите, я могу рассказать. Если человек говорит, да не, мне достаточно то, что вы там с ногой сказали сделать, я в принципе, ну, достаточно, достаточно все. Если человек говорит, да, конечно, я тоже считаю, что это не просто так у меня нога болит, то тогда я уже там, ну, стараюсь там рассказывать. И понятно, люди со временем меняются, но здесь все опять же зависит от вашей там внутренней энергии. То есть как только энергии будет достаточно, в вашем окружении начнут появляться и вегетарианцы, там, и люди, которые йогу практикуют, и люди, которые там идут тем же самым путем, там, что и вы, потому что, я вас уверяю, каждый из здесь присутствующих на начальном этапе оказывался так, что кругом мир, вот так копью вытаскиваешь, оказывается, что где-то там по соседству точно такое же существо сидит и это ежиком притворяется. Ну, а потом, ну, вместе как-то чуть попроще.